История каждого народа Айкас Аганян Имя этого художника известно, пожалуй, любому жителю Лазаревского района. О его многогранном творчестве и будет наш рассказ. Мне очень интересовала природа, сама природа. И в жанре портрета, и в жанре пейзажа, и в любом жанре. Что бы ни было, все это сказывается на человека благородного. И вот это первое, что я осознал, что необходимо запечатлеть матери. Он раньше его, в 1975 году. Вот этот портрет является его портретом. Здесь я поставил такую цель, чтобы изобразить именно не то, что ее внешность, а ее и духовное состояние. Отец был тоже очень благородным человеком. Он всю жизнь работал листяком. Может быть, я и тогда заразился от того, что в лесу я видел такие вещи, которые меня очень интересовало. Интересовало не то, что просто посмотреть, а как сделать, чтобы изобразить вот это все. И я начал работать в этом направлении. Как бы анализировал природу. И это все мне, как говорят, вот эта тяга мне потянула за собой. И до сих пор, значит, я занимаюсь изобразительным искусством. Это картина, это мое село, где я родился. Я тут, значит, это село называется Хашупсе, это Гагрского района, Абхазская Айсер когда-то была. И тут поставили такую цель, что это глубина, глубину показать этого пространства. И мне кажется, что получилось вот это все. Потому что в этой глубине живут люди, которые по разным отраслям, они тоже глубокие. Это ковер, это называется Амшинская женщина. Тут я это все изобразил на ковре. Наши предки, когда переправились сюда, их работа была первая, табачное производство. В этом и я, значит, изобразил вот эту картину. Через производство, табачное производство, мы, значит, нашли свое место в этом крае. А этот ковер создан на сюжете армянской, как говорят, истории. Вот и силуэт древнего храма языческого времени. Вот, вот идет. На этом фоне, на этом фоне, на языческого храма, все элементы средневековья и нашего времени. Вот хачкар, тут есть и хачкар, тут есть и птицы, вот эти птицы, павлины. Тут армянские тополя, вот эти все. То есть они, конечно, не настоящие, они стилизованные. Вот эти элементы, все растительные и так далее, они чисто армянские элементы. А эта картина называется Зартонг, то есть пробуждение. Это целая история с давних времен, аж всемирного потопа. Тут изображено сначала Арарат, гора Арарат, Ноев Ковчег. И потом уже началось новое царство после этого, после всемирного потопа. А потом идет средневековье. Вот это все элементы средневековья. Изображение отражает же средневековую действительность. Средневековье мы знаем, что по истории там церковные, значит, обряды очень более сильные было. Поэтому тут изображение, вот даже свечи вот так, которые освещают, как бы, вот эту среду. И эти, вот эти тоже, они элементы хачкара, вот эти. Но они растительность, стилизованная растительность, вот это все. А тут дальше идет, значит, вот эта юноша, который борется против этих драконов. Он побеждает, и в это время образуется, появляются новые всходы вот вокруг головы. Вот это новые семена, которые дают новые всходы. И от этого появляется новое, не одно солнце, очень много. То есть в переносном смысле жизнь тут утверждается крепко. Люди должны, значит, жить свободно и, ну, по-человечески. То есть здесь вот эта юноша отождествляется, как спаситель мира и хорошей жизни. Уютное село Нор-Луис – место компактного проживания амшенцев уже почти полторы сотни лет. С большим почтением сельчане берегут память о мужестве и жизнелюбии своего народа. Завершается строительство часовни, которую будет расписывать Айкас Аганян. Сейчас художник вместе с инициатором этого строительства обсуждает детали проекта. Но есть и уже завершенная работа – подарок Нор-Луисам. Компактное армянское село и даже требуется какого-то этнического выражения. И поэтому мы, значит, придумали именно вот этот родник, памятник. А из чего сделать? Ну, придумали, чтобы из камня. А камень приобрели с речки прямо отсюда. Я здесь сделал именно от этого села то, что в сельском хозяйстве или там, скажем, фрукты и так далее. В этом селе. Или же мы считаем, что вот это побережье, ну, новое Амшен. То есть Амшен – это древнейшее название нашей родины, Турции. Это не Турция, а историческая Армения. И вот я сделал здесь именно, вот видите, хач, то есть крест, стилизованные растения. Вот это все, как бы стилизация нашей пальмы. Вот это пальмы. Наши винограды. Наши цветочки, то есть только здесь бутоны не раскрывшие. А это, это знак вечности, что увековечивает эту жизнь. А в средине как раз и вода идет, это вечность. Как бы одождествляется все вместе, вечная жизнь этого села, этого населения. Я хочу, чтобы дети начали, значит, заниматься этим, ну, искусством для того, чтобы познавать себя, познавать вокруг, познать жизнь и так далее. Тогда уже, мне кажется, даже не то, что в войне стычки не будет, плохих слов даже не будет. И поэтому хотим, чтобы в этом селе, как начали вот это дело, значит, этническое, традиционное дело, дошло до конца. А этого конца нет.